Итак, у меня в руках реконструкция 3-образных гуслей 12 века с Тихвинского роскопа. От этого инструмента сохранился целиком корпус, но не сохранилась дека. Очень интересный корпус, резной. Он вообще знаменит своей резьбой. В том числе у него открылок оформлен в виде голов дракона. Тут клыки, чешуя. Все очень интересно. Потом есть всякая мелкая резьба. Тоже какие-то морды дракона, какая-то птичка. С обратной стороны знаменитая резьба. Вот тут видно птица, лев. Птица прорезана сильнее, лев лишь кончиком лезвия прорезан. У инструмента было 6 струн. В данном случае мы взяли кишечные струны как наиболее подходящий материал. Ну, может быть, были металлические. Кишечные более вероятны. Звучание инструмента. Это если пальцем. Если играть медиатором. В данном случае деревянный медиатор, который мне подарил Олесь Чумаков. Звук громче, конечно. Блицание без медиатора. Длицание с медиатором. Вообще, такая форма игрового окна не очень удобна, собственно, для игры. Полноценно глушить или подщипывать струны через это окошко левой рукой неудобно. Тут вот эта перемычка, она мешает, конечно. Можно вообще играть одной рукой. И тут удобно использовать медиаторы. Можно играть без медиатора пальцами. одной только правой руки. В общем-то, можно даже пытаться играть какие-то известные, ну, например, западноевропейские мелодии. Ну, чуть более поздние, конечно, в XII век. Известные по довольно поздним источникам. Но, тем не менее, если есть шесть ступеней, и если мелодия не больше шести ступеней, то можно ее сыграть. Там всякие танцевальные мелодии. Если взять инструмент вот так, то можно играть, как на кантеле. Играть. 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 Субтитры подогнал «Симон» Конец